МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прием по личным вопросам. Новокубанцы находят решение проблем на встречах с главой. Согреем детские сердца. Воспитанники Ковалевской школы-интерната рады гостям и подаркам. Праздник грации и красоты. В спорткомплексе «Олимп» за медали боролись юные гимнастки. Здравствуйте. В студии Марина Белова. Вашему вниманию программа «Новости 24. Новокубанский район». Каждую пятницу в 19.00 корреспонденты канала РЕН-ТВ «Армавир» будут знакомить вас с основными событиями из жизни наших ближайших соседей. За решением проблем к голове жители Новокубанского района пришли на прием в администрацию со своими бедами и чаяниями. Вопросы к власти самые разные. От конфликтов с соседями до жилищных перипетий. В некоторых случаях достаточно консультации специалистов. В других без поддержки первого лица не обойтись. Подробности у Ирины Рухлядко. Прием по личным вопросам глава Новокубанского района проводит каждый вторник. Жители об этом знают, навстречу записываются заранее. Для многих это последняя инстанция. Вот и у семьи Котовых надежда только на администрацию. Галина просит главу выделить 100 тысяч рублей. Именно такой суммы родителям троих детей не хватает для покупки дома. Глава Роман Архипов пояснил семье то, что просто так выделить деньги из бюджета никто не может. Но у многодетной семьи есть шанс получить субсидию по краевой программе и значительно улучшить жилищные условия. Учитывая то, что у них есть материнский капитал, Благодаря распоряжению главы справки для сбора пакета документов выдаются бесплатно. Тоже через год они могут переехать в дом площадью порядка 100 квадратных метров. Объяснили. Надеемся, что, конечно, помогут. Наш глава, он всегда уважительный, он всегда с пониманием. У нас это давно наболевшая тема. Да, конечно, приятно, что понимают, выслушивают. Помогут? Надеемся, что помогут. Проблемы горожан глава района решает на месте. В зависимости от характера вопросов обсуждения включаются специалисты и заместители по различным направлениям. Более 90% на сегодняшний день вопросов решается. Решается как мной, так и моими заместителями. Ну и, естественно, же на уровне глав сельских поселений. Есть просто вопросы, которые решаются моментально в течение одного-двух дней. Есть вопросы, которые решаются в течение месяца, полугода. Самое главное, что те проблемы, которые есть, мы их видим, мы их знаем. И сегодня имеем такую возможность контролировать и решать эти вопросы. Работа непосредственно с жителями дает возможность о проблемах узнавать из первых уст и оперативно реагировать на жалобы. Люди после таких встреч уходят, если не с готовым решением сложной ситуации, то с планом действий, как ее исправить. А в этот раз прием не обошелся без сюрприза. Теперь в коллекции младшей дочери семьи Кота в их трехлетней Милане появилась новая кукла. Ирина Рухлядко, Евгений Халманский, служба информации, телеканал РЕН-ТВ, Армавир. К другим темам. Сельскохозяйственный сезон в Новокубанском районе открыли не только аграрии, но и наркополицейские. Последние беспокоятся, что на полях могут появиться растения, которые находятся вне закона. Выяснять места произрастания наркосодержащих культур оперативники будут в ходе двух масштабных операций – МАК и сообщи, где торгуют смертью. На очередном заседании антинаркотической комиссии чиновники и полицейские обсудили план этих и других профилактических мероприятий. Подробности у Ольги Чухонцевой. Почти тонну конопляных кустов в прошлом году уничтожили наркополицейские в Новокубанском районе. Самая крупная плантация простиралась на нескольких тысячах квадратных метров рядом со станицей Прочнокопской. В ближайшее время специальным оперативным группам необходимо снова обследовать каждый метр районных земель, найти и ликвидировать опасные растения. Хотелось бы нацелить, пользуясь случаем пока заседания антинаркотической комиссии, чтобы главы сельских поселений провели работу с землепользователями, землевладельцами. Потому что в соответствии с постановлением правительства они отвечают за то, что происходит на их земле. Если в операции МАК в основном будут задействованы сотрудники в форме, то акция «Сообщи, где торгуют смертью» ориентирована на бдительных граждан. В районе работают 14 телефонов доверия, в том числе дежурной части полиции и административного колл-центра 4-15-97. На совещании обратили внимание и на сопутствующую наркомании проблему – подростковую безнадзорность. Детей во время каникул нужно увезти с улицы и предложить альтернативу вредным привычкам. В первую очередь творчество и спорт. 19 июня начинается Кубок губернатора по футболу среди детских дворовых команд и также среди команд образовательных учреждений спортивной направленности. Соревнования будут проводиться в течение полутора месяцев, то есть до конца июля. И, как показывает практика, эти соревнования очень нравятся детям. Особое внимание новокубанские чиновники планируют уделить трудным подросткам. Каждый такой ребенок должен все лето находиться под контролем взрослых. Часть детей трудоустроят, часть займут на летних площадках. В июне-августе планируется трудоустроить 34 подростка. Особое внимание ребятам, состоящих на всех видах учета. Готовятся документы. Планируем с 18 июня уже организовать первую трудовую бригаду. Еще один вопрос – это план празднования Международного дня борьбы с наркоманией. 26 июня спортивные и развлекательные мероприятия, посвященные этой дате, пройдут в Новокубанские и во всех поселениях. Ольга Чухонцева, Артур Праджинян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Продолжаем выпуск. Диме Подставкину исполнилось три года, когда врачи поставили ему диагноз – детский церебральный паралич. Пережив потрясение, мама мальчика Галина Сергеевна стала бороться за его здоровье. Несмотря на то, что материнское терпение и вера безграничны, женщине тоже нужна поддержка. Моральные силы Галина Сергеевна восстанавливает с помощью молитвы. А вот улучшить бытовые условия помогают службы социальной защиты населения Новокубанского района и неравнодушные к чужим бедам люди. Рассказывает Лариса Юровская. Диме Подставкину сейчас семь лет. Вот уже четыре года под этой крышей идет борьба. Мама и сын ведут незримый бой с тяжелой и мучительной болезнью. Герои сюжета не захотели публичной огласки, оно и понятно. Но все, кто знает эту семью, восхищаются их стойкостью и желают одного – скорейшего выздоровления. Чудесная мама, чудесная. Она с ним возится, до того и в монастырь, и кругом, где какие места она его возит. Бороться в одиночку с трудноизлечимой болезнью нелегко. А тут еще вмешалась непогода. Из-за продолжительных ливневых дождей, которые обрушились на Кубань, крыша в пристройке, где находилась ванная комната, стала протекать. На помощь пришли сотрудники социальной службы Новокубанского района, куда со своей бедой обратилась Галина Сергеевна. И над домом свой лепесток распустил цветик-семицветик. Именно так называется благотворительная программа, которая действует в крае по инициативе губернатора Александра Ткачева. На ремонт было выделено 50 тысяч рублей, и за дело взялась строительная организация «Регионстрой». Сначала залатали крышу, а затем, обсудив с хозяйкой дизайн ванной комнаты, приступили к ремонту. Хотелось бы сказать, чтобы организации, частный бизнес относились к таким вещам более лояльно и почаще участвовали. В комнате планируется установить специальную ванну, в которой купаться Диме будет намного удобней. На учете в службе социальной защиты Новокубанского района состоит 268 семей. «Мы знаем все чайные просьбы», — говорят руководители. Благодаря активному участию города и района в таких программах, как «Цветик-семицветик», а также безвозмездной помощи спонсоров, чудеса, о которых можно прочитать лишь в сказках, совершаются наяву. К фотоаппаратам и альбомам добавились бассейн, видеокамера, энциклопедии и десятки других подарков. 29 мая школа-интернат села Ковалевского Новокубанского района принимала гостей. Благотворительная акция «Согреем детские сердца», которая проводится в крае по инициативе губернатора, направлена на поддержку детей, оставшихся без попечения родителей. Гостей, предприятия и организации, которые взяли шефство над интернатом, воспитанники встречали песнями и танцами. Благотворительная акция «Согреем детские сердца» на Кубани традиционно проводится в преддверии Нового года и Дня защиты детей. Это ж наше будущее. Если мы забудем о этих детях, то тогда кто за них позаботится. По поручению главы района Романа Геннадьевича мы прибыли поздравить детей в канун 1 июня Дня защиты детей, где проводится акция «Согреем детские сердца». У школы-интерната села Ковалевского больше десятка шефов. По словам директора, с подарками и гостиницами они приезжают регулярно. С нетерпением своих взрослых друзей ребята ждут и в канун праздников. В этот раз к ним прибыли гости из Краснодара. Помощник вице-губернатора Вадима Лукаянова передал слова поздравления и от краевой администрации подарил ребятам настоящий бассейн. Сюрпризом стали сладости от Армавирской фабрики. Аплодисментами встретили подарок главы Новокубанского района. Мы знаем, какой активной жизнью живут ребята, ездят отдыхать на море, участвуют в Зорнице, посещают там массовые мероприятия. Роман Геннадьевич дарит вам видеокамеру для того, чтобы вы могли фиксировать самые интересные моменты своей жизни. А потом, когда вы сюда будете приезжать, уже будучи взрослыми людьми, я думаю, будет вам всем приятно посмотреть, какие были выпуски, какие были красивые и интересные концерты. У Жени Аконского в интернате, он славится хорошими знаниями устройства цифровой техники, уже появилась масса интересных идей, как использовать новый подарок. Мальчик говорит, талантливых ребят в их школе много, пришло время, чтобы о них узнали и за пределами района. Я умею снимать, фотографировать. У меня родилась идея, что можно снять клип о школе, о нашей жизни, что вокруг нас. Клип Женя планирует разместить в интернете. Подарить мечту – это полдела. Главной задачей администрация Новокубанского района считает, окружить каждого родительским теплом, и это удается. Уже порядка ста ребятишек из интерната ушли в семьи, причем мам и папа не выбирают сами. Чувствуя заботу, детские сердца оттаивают быстрее. Ирина Рухлядко, Евгений Халманский, служба информации, телеканал РЕН-ТВ «Армавир». Новости спорта. Праздник грации и красоты. Так можно назвать открытые соревнования по художественной гимнастике, которые прошли в Новокубанском районе. В гости к воспитанницам спортивного комплекса «Олимп» приехали гимнастки из Лобинска, Курганинска и Выселок. О том, как юные спортсменки боролись за медали, знает наша съемочная группа. Учебный год закончился. Если классам предстоит пустовать до осени, то в спортзалах Новокубанска продолжается активная работа. Длинный перечень летних спартакиад и состязаний открыло первенство района по художественной гимнастике. На сегодняшний момент я знаю, что три выпускницы 11 классов, которые проходили обучение параллельно нашей спортивной школы, поступают в институт спортивной направленности и по окончанию готовы прийти к нам в работу тренерами-преподавателями. Очень часто великие достижения российских гимнасток начинаются с победы над собой, которые случаются вот в таких небольших спортивных залах, отметил в своем выступлении мэр Новокубанска Александр Игнатьев и пожелал всем участницам победы и хорошего настроения. Новокубанским звездочкам есть чем похвалиться. В прошлом году сборная района заняла четвертое место в групповых соревнованиях, которые проходили в Армавире. Среди гимнасток шесть кандидатов в мастера спорта. Анастасии Громовик исполнилось шесть лет, когда она пришла на первую тренировку. В дальнейшем спортсменка неоднократно показывала свою программу в этом зале. На этих соревнованиях Настя по другую сторону ковра среди членов судейской коллегии. Нужно растяжку иметь. Без растяжки и без гибкости в этом спорте никуда не пойдешь. Нужно очень сильно иметь растяжку и главное терпение. Такие перемещения не случайны. Очень часто выпускницы новокубанской школы по художественной гимнастике поступают в вузы и возвращаются в родной город уже в качестве тренеров. Своё мастерство в этот день демонстрировали гимнастки в возрасте от шести до двенадцати лет. Каждая девушка показала несколько выступлений с различными предметами, а также произвольную программу. Всего спортсменки разыграли одиннадцать комплектов наград. Победительницами многоборья стали гимнастки из Новокубанска Алина Памигуева, Ольга Шаповаленко и Елизавета Корешкова. Лариса Юровская, Александр Романовский, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. Это был заключительный сюжет выпуска. С новостями Новокубанского района вы можете также познакомиться на сайте ravita.info и на авторадио Армавир. С вами была Марина Белова. Всего доброго. До встречи на канале РЕН-ТВ.